Сегодня мы рассмотрим новое существо для Fable Legends, Раузрайт. Это такие очень древние волшебные лесные духи. Они не обязательно злые, но, скажем так, они очень любят свои земли, и они стараются прогонять всех со своей территории. Кто знает, может, если бы они были немного умнее, для них все было бы проще. Мы не хотели, чтобы они выглядели дикими и в то же время гармоничными. Нечто смешанное. Ну, что-то типа гуманоида. Мы не хотели, чтобы они выглядели как энты или древолюди какие-нибудь. Они могут быть красивыми и покрытыми цветами, причем любыми, да и вообще любой местной растительностью. Наш художник концептов придумал эту интересную, сумасшедшую идею того, что оказалось весьма красивым и крутым. Но как же мы создадим нечто такое в 3D? Нужно проработать всю геометрию и анимацию. Получилось, что у них где-то 200 узлов, и это у каждого существа. 25 точек контроля на один только корень. То есть он может принимать разные формы. Так что нашему отделу пришлось попотеть перед тем, как создать анимацию. Дальше нам надо было прикрепить все корни, учесть еще и спинной отдел, руки, ветви и листву. Ты так все усложнил. Ну, потому что это и было сложно. Было так интересно, когда мы впервые их внедрили в игру. Мы работали над их атакой. Они должны были вращаться. И помню, я сказал, да, вот так оно и должно вращаться. И так эти корни должны двигаться. Доработали, и все стало на свои места. Их можно считать отсылкой к нежити из предыдущей игры. То есть скелеты, у которых вылетала душа после удара. И похожие души живут в этих растениях. Они вылетают из-под земли, и хватают разные части деревьев. А если герой запускает их в воздух, корни уходят в землю, а ствол с головой отлетают. И тогда растение опять поднимается. Оно хватается за новые корни, и как бы создает новое тело. У них есть подземная спецатака. Получается, благодаря спиральности, он как бы бурит себе проход. Он прячется. Его не видно, и внезапно происходит атака. Он вылетает из-под земли кулаками вверх. Когда их видят впервые, люди просто паникуют и хотят убежать. Думаю, это из-за грязи. Когда она так двигается, непонятно, что это вообще будет, и что вылетит на тебя оттуда. Как саунд-дизайнеры, мы пытаемся воссоздать что-то своеобразным способом, а потом узнаем, что это не сработало. Потом обращаем способ, например, поэлозить микрофоном по земле, и это сработало лучше, чем мы думали. Мы взяли тот микрофон, который не жалко, и начали ковырять им в земле. Закрываются врата, но никого вокруг. И вы думаете, ага, значит, я просто выломаю их. Но нет. К вам уже приближаются эти растения, чтобы внезапно атаковать. Они могут подловить в самый неожиданный момент. Их звуки состоят из нескольких сегментов, как когда кто-то постоянно тягает по пусту, причем с разными скоростями, чтобы получить разную вибрацию. Это сделано, чтобы их голос принял ноты дерева, а не именно человеческого голоса. Но в дополнение мы использовали актерскую работу там, где нужен был крик. Он должен был проникнуться. Очень важно, чтобы он не звучал как человек. Потому что это же как бы растение, которым завладела какая-то злая душа, заставляющая атаковать героев. Поэтому очень важно, чтобы они не звучали как простые люди. Нам надо было слепить эти разноплановые звуки. Поэтому нужно, чтобы тональности и вокальные возможности актера соответствовали запросам и давали нужное ощущение этой вибрации. Их главный бугай – это эквивалент Огра. Он жирный по здоровью и наносит огромное количество урона. Но для злодея он будет стоить дороже, так что баланс соблюден. Это здоровый, раздающий люлей дуб. Да я его наизичи натяну. Ну вот. Это... Вот. 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 Субтитры создавал DimaTorzok